Девушки отдыхают Девушки отдыхают Удивительный драфт Falcons Да, они привязались к этому Думу в первую очередь Вспомнили про Панго, который 3 карты из 12 выиграл Оракол Мне кажется, только Инсения в принципе на нем играет Вот всегда, во все времена, даже если он не в мете Я смотрю на этот драфт и не понимаю А в лейте это чем играть в доту? Кто должен побеждать в лейте? Развор? Мне кажется, это не Керри на фоне Луны Ну как-то это были, помнишь? Были у нас вот эти вот периоды Он небольшой на самом деле был Когда Керри Рейзеры вытаскивали через рефреш Прямо активно драфтились Было довольно много Это время довольно быстро, естественно, прошло Но там потенциал Керри Рейзера кратски раскрывался Опять же, против определенных героев Луна обладает гибридным уроном Ты просто высосав у нее атаку Скорее всего, не сильно ее закончишь Потому что как минимум есть очень сильный Эклипс Плюс у вас есть классный баф Кунки Который не позволит ее быстро зафокусить И именно быстрого урона у Фелконс очень мало Дум такой урон не наносит Оракол, вообще слабый демидж дилер на позиции саппорта Развору тоже нужно разгоняться в драках Баф Кунки И вы, скорее всего, просто никого не пробьете Соглашусь полностью, соглашусь здесь Ну, наверное, здесь нужно то самое чувство Бесконечного, знаешь, понимания и удобства игры Фелконс плей-офф За счет чего они там доходили, да, на турнир в топовых местах За счет чего они эти турниры выигрывали Просто в один момент включался режим турбо Какое-то в исполнении этого коллектива И им там абсолютно было все равно на чем играть Они брали персонажей, флексили как хотели И просто уничтожали одну команду за другой Вот мы именно этого и фанаты, конечно же, ждут до сих пор Потому что, ну, групповая стадия Все о чем говорили? Ну да, Фелконс отдают какие-то карты Ну, ничего страшного, да, они же в плей-офф Ну, они же покажут потом Десайдер там, да, тоже карту отдали Ну, тоже, ну, ладно, все равно же Главное же выиграли, верхняя сетка Ну, вот сейчас же плей-офф начинается Ну, вот сейчас же Фелконс покажет ту самую доту Что показывали в течение сезона Мы приходим, смотрим первую карту Тундра играет сильнее Тундра играет интереснее Мы смотрим драфты второй карты Мы смотрим винрейты этих драфтов Понимаем, что Тундра здесь тоже вроде как опережают Пока превентивно соперника Ну, вот, наверное, должно произойти что-то такое Чтоб мы снова уверовали в то, что Фелконс Могут спокойно забирать турниры В том числе турнир под названием The International Насколько же вообще Тундра смело, да, драфтит инвокера на ФП Зная просто силу своего исполнителя Неважно, хороший герой, плохой герой Ты знаешь точно, что Тобсон любой день проснется И сыграет на инвокере, как это делает много лет подряд Безусловно, и прошлая карта тому подтверждение Было куча моментов, где на него выходили Он успевал там в невидимость из-под дума залезть Он успевал где-то так выбирать позиции Чтобы развеивать смоки соперника и не подставляться Все это делал Тобсон на своем инвокере Поэтому, да, он действительно может на нем хорошо играть Он играет на нем очень здорово И сделали на него ставку, вторую карту подряд Но при этом, да, надо сказать, что панга для Малрина Боже, какое количество матчей вообще он катал за последние года на этом персонаже Это вот невероятное чувство этого героя Должен себя тоже будет раскрыть с наилучшей стороны Поглядим, у нас небольшая драка за Лотус На топе, здесь контакт Ребята размениваются способностями Но без жертв обошлось Опять же, довольно спорно, кто сильнее в этой дуэли Мне кажется, что Добла Тундры поинтереснее выглядит Урона банально больше У Амара этот урон не так часто может быть Только когда есть земля Мы видим, что пока ему очень сложно крипов добивать Здесь Пьюр рано или поздно должен сильно вперед выходить Вайтмон не сильно боится крита, как я вижу Если что, да, всегда можно уйти Влетели Кинезис Вот под Амар под пачку крипов Очень больно, Пьюр стик нажал И Вайтмон вовремя станчик свой использовал Да, без этого стана Пьюр просто погиб Крит подловил момент Большая пачка, двойная буквально вражеских крипов Это очень много демэджа сейчас на таком уровне для Луны Подставился здесь Пьюр Прикольно, да, нельзя Нельзя здесь, знаешь, там Ворон считать На крипов только ориентироваться Нужно понимать, где твоя позиционка Ну, пока... Опа, и добились своего Но добились на убийстве Элдер Тайтона, да Жалил собой Вайтмон Пьюр будет жить Ну, вот, жестко играет Амар на думе Как ни крути, да, при всех там этих винрейтов и так далее Мы ведь тоже понимаем, что Неспроста команда такого уровня пикает каких-то героев Они могут идти вопреки мета Они могут идти вопреки каким-то винрейтам Просто потому, что у них есть свое понимание Как эти герои должны работать, должны реализовываться То, что слабые какие-то там некоторые команды Которые уже отсеялись, например, да Которые там, допустим, упали в нижнюю сетку Что они там могут какого-то персонажа рейтить Но не могут на него грамотно использовать И его реализовать То такие команды, как уровень, например, Falcons Они думают иначе Мы можем взять персонажа и пусть у него винрейт 30% Но мы покажем, как Нужно ими обращаться Возможно, они и набили эти 30%, да Все остальные проиграли Тем временем снизу тоже какие-то размены происходят Сакса больно ему Прячется и уходит Слушай, ну лейнинг пока прекрасный у Falcons 1-0, да, по фрагам И по крипстатам, по нетворсам тоже полный порядок Да, с небольшим преимуществом, безусловно Но тем не менее Как и в прошлый раз Если мы тоже вспомним начало первой карты Там тоже Falcons были впереди Три героя топ-нетворса имели Сакса Скитер достанет А он застрял в кустах И мы помним тогда, раз уж ты вспоминаешь первую карту О том, как ребята из Тундра камбэкали После того лейнинга Они шли в бесконечное количество драк Они тогда летели 3000 и буквально за несколько минут Эту сумму отыграли Здесь Ну пока саппорты никуда не стягиваются Но очевидно, под такого инвокера играть активно можно Плюс сам Топсон Если к нему никто не придет, он сам кому-нибудь пойдет Но первым смещается именно на помощь в центральный коридор Саппорт команды Falcons Тут под шестую минуту Понятно, инвокер не стремится контролить какие-то активные руны Тут, наверное, важно, чтобы Панга просто не подобрал Пробует Топсон против этого сыграть Ну и никто под него не... Идут, идут, идут Все, прошу прощения Сакса уже здесь С другой стороны набегает Вайтмон Все, прогоняет Крита И Тундра, судя по всему, заберет эту руну Потому что второй саппорт Falcons банально не успевает Подошел, подошел тоже Все, тут 3 в 3 Руны спамят с ней, Сакс забрал Нам, по-моему, Кинг просто проводил взглядом Дал инфу и можно разбегаться в разные стороны Ну, нормально Никто не забывает про то, что надо в центр все равно прийти Это такой базовый мув Все его используют Но активности здесь меньше В разы Шестая, седьмая минута пошла 1-0 пока Очень своеобразный герой у Скитера в руках Дело в том, что Разор не обладает, опять же, большой скоростью фарма Сейчас стало модно на него молнии покупать На Манки Кинге Скитер отказался Потому что дрались бесконечно Вот вопрос, будет ли он здесь покупать молнии Потому что, ну, Фелканс, наверное, больше любит сражаться постоянно И Луна такой герой, которому нужно время Можно попробовать задавить и вообще забить на фарм Просто с численным преимуществом Когда у вас керри подключается Идти душить, пока там Фьюр выносит свои вещи С другой стороны, это риск Если вы пару раз будете нападать плохо Луна всегда перефармит Разору Ну да, в гонку вооружений На Рейзере идти против Луны, наверное, не хочет Действительно, я смотрю, Скитера стоит В быстром закупе просто Блокинг Бар Аркейн Бутс Блокинг Бар Ну да, это же как раз-то к слову о том, что мы просто будем нонстоп драться На Рамзес сейчас будет выход Телепорт вражал Малрин Плазмофилд не коснулся Рамзес Увидев это Малрин, понял, что драка здесь обречена на провал Ну, все очень просто Просто Роллинг Тандер появился у Малрина Готов был нажать на свой ультимейт Не получилось Крит пока занимает временно его место на центральном коридоре Чтобы просто получать экспу Малрин сейчас скоро уже стянется Первое смещение неудачное Ну, там поймать был момент очень сложно Там надо было, чтобы Рамзес допустил ошибку Там далеко под вышку туда-то залез Этого всего не было, конечно Слушай, ну Тобсон-то его катает Посмотри, почти тысяча между ними уже Можно было видеть лицо Тобсона После этих драфтов Он улыбался, он понимал, видимо, что для него этот матчап достаточно комфортно Он знал, как играть против Бангольеров Возможно, он сам понимает, что Бангольер не такой сильный герой И вот Тобсон приходит вниз Скитер в кустах застрял Рамзес попадет ли торрентом? Почти Но вот так можно будет убивать Без торрентов Должно хватать урона втроем Скитер под вышкой даже все равно будет убить Ну и так можно продолжать Войтмон тоже здесь Снэйкинг Снэйкинг вылез Чего-то зачем-то Пьюр тоже рядышком Пятером тундра Ну вот Начинает играть свою ту самую доту Которую показывали в карте под номером 1 Когда они готовы Ну, коллективно подключаться К любым вообще перемещениям своих тиммейтов Буквально вот уже с восьмой минуты И вот пятеро оказывается снизу Два фрага Удобно Не, они прекрасно понимали Панга телепорт вниз тратил Он потом пешком вернулся в мид Телепорт у него на КД Вот только сейчас скрутился у Малрина Поэтому он прийти помочь не мог И по итогу два легких минуса В том числе убивается вражеский керри И пытается сразу вышку снести Интересно Снэйкинг возвращается, правда? Тобсон все еще бегает здесь Так-то подтягивается снова на скитро После телепорта Снэйкинг в позиции Малрин уже может прийти Креас Ставится Брамбл Мейс Еще один телепорт Он нагостовывает Пелканс Наверное, Тундра стоит отойти Тобсон просто телепорт И не сбить Развели на телепорт И просто убежали Тундра Браво Тундра Обрати внимание Рамзес не стал корабль использовать То есть, видимо, почувствовал Что, скорее всего, будут телепорты Попробуем кого-то забайтить Не будем тратить все ресурсы Торрентом не попал Все Корабль не кидаем Так, Малрин Пошел через парный портал По итогу вверх А тут Юр уже телепорт Круто Причем на Тир-2 Посмотрите, он с Тир-1 вышки На Тир-2 ушел В более безопасную зону На периметр карты Чтобы там качаться Как же Пелканс не любят Такую доту Где они приходят убивать А почему-то никого нет Все улетели Все где-то качаются Их читают Просто как открытую книгу Просто на один шаг впереди Сейчас команда Тундра Во всех перемещениях Абсолютно Как думаешь, могут Пелканс Просто морально просесть После первой карты? Думаю, что это не та команда Которая просядет Мне кажется, они точно Сразу там Даже в случае поражения 0-2 Сделают выводы И все с ними будет хорошо Но конкретно в этой карте Конечно Надо взять себя в руки Надо постараться Текущую ситуацию исправить Все еще нет Какого-то большого отставания Да, вот просто С первых на Творсов Их сместили Просто за то, что Тундра Клево набегала Да, вот в разные стороны В целом-то Ситуация все еще Играбельная, рабочая Ну вот разве что Малри на Панга В итоге себя не отыскал Смещение вниз Смещение наверх Два смещения даже вниз И все безрезультативно Небольшой стан Попадают вдвое Пьюр здесь И клипс готов только основу И Тобсон подтягивается Боль на Амару Телекинейст никак не поможет Здесь открыто В итоге просто легкий фраг На Амаре Ну и Вайтмон Идеальный стан Ролик Тандер Здесь все-таки смогли сделать Наконец фраг Наконец Малрид Себя продемонстрировал Реализовал свой ролик Тандер Один в один По итогу Размен на разных участках карты Ну а в центре уже вышка падает Здесь Пьюр внезапно С Тобсом Друзья, представьте себе Первая, вторая позиция Ладно, еще Вайтмон Стоит рядышком Под катапульту На 11-й минуте Ломает центральную вышку Да, пока Играет Пьюр По билду 3-0-4 И поэтому можно С ультом иногда Вот так подходить Зацепили Уороклайн Не будут продолжать По нему атаку Вышка это то Что команду полностью устраивает Ну и размен конечно Неравнозначный Потому что здесь Тамидер погибал Ой, вернее оффлейнер Более богатый персонаж Более важный Который очень хотел Дум запустить Но так и не смог дотянуться Что-то вот Тундра походу удивили Реально походу Турниры этого набирают Да, как-то вот Они жестко очень катают Посмотрю Вот как они двигаются Что они Нажимают кнопки Как они чувствуют друг друга Перемещаются вниз Надо компенсировать Ее вот эту вышку На сайде Они потеряли Эту Тундру потеряли На топе снизу Нужно забирать в ответ Ну и все под Фьюров Да, баф Фоталакрити уже на Луну Луна Друзья, вот не та самая Луна Которая качается Пол игры там Где-то в кустах Ее не видно, не слышно Под нее делаются стаки Она фармит энджет Вообще не эта Луна Это Луна 12 И уже два тавора спушила Отбегает с командой Кидает бим И кидает эклипсы В центре драку принимает Такая Луна Вот как раз Тундра это та команда Которая в самом начале Турнира уже взяла себе Луну И они одну из карт Очень серьезно провалили Там вообще не делали киллов Так, здесь Китер Может подставиться Вдвоем осилят его Вообще не факт Вдвоем получится Разлом мимо Кровавая граната Амар сюда сместился У него есть Драма Фэнджернс Нажимает Драма Фэнджернс На Тобсона Перехватывает Тобсон Телепорт Амар Малрин рядышком И не забирает Тобсон просто прожал ТБ Перед Техносом И тут три кор героя На 12-й минуте Где-то в районе Тир-2 Хлопают глазками И думают Да что же пошло не так Почему мы тут оказываемся Никого килла мы тут не сделали Теряют время Теряют деньги На данном этапе игры Тобсон уже в центре Снэйкинга сетапит Он только что уходил От трех героев Он уже где-то находит Свой фраг Крест Торрент Потягивается Рамзес На помощь Вайтмон Тоже рядышком Тобсон Превосходство Нереальная доминация Я бы даже сказал Не просто превосходство Катают Просто катают Какой-то невероятный Уровень Темпа Задают ребята Из Тундра На этой карте Они везде Они при этом И первыми Осуществляют Какие-то нападения И вовремя сваливают Не подставляясь Два фрага Все нашли Фелкон Хотя телепортов Ну я не знаю Они очень много телепортов Тратили уже Меня очень смущает Вот этот разор Я вижу Что он уже уступает Почти тысяч У него ничего нет В инвентаре Вот 80 атаки Прожимаем все скиллы Просто чтобы Лесную пачку добить Он настолько медленно Это делает На фоне Луны Еще буквально Пять минут Вот таких И он Ладно Купит себе БКБ У Луны будет Два сплота Причем Этого Рейзера Прекрасно видят В той области Гуляли Тундра Оставили Очень глубокий варп Смотрите там Да-да-да-да-да-да-да-да-да Когда захочется Можно просто прийти Через парный портал И легкий килл сделать Потому что БКБ там еще нет Пока Тундра играет В своем лесу Решил пофармить немного Перестали активничать Сейчас Вичблейд появляется На топсоне На инвокере Ну Луна там тоже Покачала иншей С Момом Скорость фарма Бешеная конечно тоже Рамзес Добирает себе свой слот Это Саленс У него уже есть Ну вот Саленсом кстати Намного интереснее становится Сейчас можно затыкать Любую цель На которую будешь сам нападать На топе что-то будет Происходить Поэтому он уже здесь Четыре героя Тундра Надо уходить Амаро Брамбл Мэй ставится От Саксы И попадает в Амаро В эти ежевичные кусты И выбегает Нетипичный билд у Кунки Очень часто сейчас играют Блэйд Мэйл Плюс Ауры Какой-то Пайп Кримсон Ганим А здесь просто Саленс Чтобы не давать Саппортам жизни Чтобы Пангольера Того же Выключать в самом начале Вот здесь очень важно Панга купил Блинк Тобсона Зацепил Оракл под Сентрёй Но выбегает Тобсон И сейчас хочется Конечно проявить себя Стасом Он как раз Вот да С этим Блинкдаггером А ему отдают Ещё и руну Руна Хейст Девятый уровень Но вот это момент Момент в котором Велкан смогут найти Пару удачных фрагов А Тобсон опять Невидимости бегает Прыгает Где он Кто нам смог Развеивает Опять Тобсон Как в первой карте Один в один Он просто бегает Невидимости И даёт всю информацию Не бегают вчетвером Не находят даже одного героя Даже несчастного саппорта В этот момент Тундра фармит всю карту Преимущество продолжает расти Я вот смотрю на эту разницу Между Луной и Разором Она будет всё больше и больше И по левелу По-моему у Разора девятый Либо к десятому подходит Здесь уже двенадцатый Да Да уж Ну БКБ конечно на подходе Там только свиток осталось приобрететь Ну да Тут манта ставил Плюс Мом Достойная ответка Да на Луне Более чем артефакт Ну ладно Пока фраги конечно не делаются Не умирают Фелкон Правда тоже Вот в этой попытке найти Хоть кого-то теряется время Они бегают втроём сейчас Скитера подтягиваются Скитер-то на конечно Нужно качаться Ему бегать кангать Наверное не с руки А вот Панган Хочется найти фраг Ну фраг пока не находится Трудно Трудно Непонятно что делать вообще Амар наверное качается Да Амару должно быть всё хорошо Всё жду Барабаны купил себе Тоже блинк В той карте Кстати говоря Блинк Даггер Он даже на третий слот Не приобрёл То есть там Кримсон у него Шива БКБ вот такой вот был билд Мы же понимаем Какой будет сценарий У этой игры Фелконс покупают БКБ на Розоре И идут вперёд Либо находят драку И проводят её хорошо Либо не находят совсем Либо вообще её проигрывают И тогда уже Будет точка невозврата Я это примерно так вижу Ну то есть Ставка взвинтить темп В мидгейме Заставить команду Тундра Принимать драки В которых Тундра Будет проигрывать Эти драки Вот такой вот план Надёжный кстати Ну как Относительно Кто-то поверит Я если честно Пока очень сомневаюсь Ну ладно Фелконс безусловно Команда опытная Тундра Это та команда Которую легко развести На тимфайт Они часто на них соглашаются И на других турнирах И в начале этого турнира Была вот у них Одна из первых карт Где они с Луной играли Там Пьюр приходил Начиная с десятой минуты В каждую драку И переехали катком просто Но затем Выводы были сделаны И по-моему Это вообще не та Тундра Что была в первый день Концептуально точно Изменились Вот все матчи Которые мы смотрели Примерно по одному сценарию Тундра очень хорошо Стояли лейник Мы вспоминаем Потом шли В мидгейме нон-стоп драться Проигрывали драки Отдавали преимущество Это раз за разом Они закидывали 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 Видимо Вот к приближению К плей-офф Реально пересмотрели Свои игры И такие Так А давайте просто Не будем в мидгейме Закидывать тимфайты 5-5 Ну и все Это прикинь Как некомфортно Малрину Который бегает У него команда За 15 минут 2 кила делает Это же не про него Это не его плейстайл Ну только он сам бегает Не делает этих врагов Он же вместе с коллективом На банках С блинком Тяжело найти Вот драку Да Во-первых у вас Мало Глубоких вардов Вы поставили Конечно Один вражеский лес Но тоже На нем никто не показывается В своем лесу Вижена нет На двойке Вижена нет Опять забежать И уже вот с Амаром Да Амара подключили Да Амар Может ты килл найдешь И опять читает луна Вы посмотрите Просто выбегает Просто выбегает Ирона не подставляется Как будто Вот знаешь Ребята из тундры Видят эту карту Полностью Да То есть Смотри птичьего полета Знают каждое смещение врага Буквально Никто не подставляется Как найти киллы Своими блинкодагерами Они не видят соперников На карте вообще Вот вышка На 18-й минуте падает Окей У тундры есть информация Про БКБ Про все остальное Неспокойно продолжают качаться Велканс Разлетаются Вот сейчас Вот сейчас Или про там Элдер Тайтан показывался И тот Тоже пачку дофармив Отошел Здесь бегает Тобсон У Амара за спиной Есть тиммейт И нападать на Амара Конечно очень опасно Плюс он наринают Нашел Вайтмо На сетку на него Дум повесил Тут знаете Любая цель для Дума Хороша В таких ситуациях Есть торнадо Подожди он еще и выживет Бласт Да ладно Не может быть И Токсон ушел Да Амар Здесь особо не потипаешь Соперника В скобочки в чат Не отправишь Такой ситуации Че-то Ну вот Это кстати реализация Блинка была Стороны Дума Выглядело примерно Вот так Какая же Разная команда Тундра В этой серии Какая она была На первой карте И оба раза Эффективна Я больше сравниваю Тундру Плей-офф И Тундру С клубовой стати Две разные команды Эта Тундра Она максимально хороша Она не допускает ошибок Она читает карту Она хорошо делится По карте Каждый из героев Получает свои деньги При этом не фидит Ну жестко Очень жестко 3000 преимуществ Я видел даже 4 Да Это вот просто о том Что лучше Лучше вы фарбили Отбирает Тир-2 Потихоньку пьюр снизу Есть манта стайл Кутыл себе Драгонленд Скорость фарм Она запредельная Вообще не в счет С Рейзером 8500 Это то Что мог выформить Скиттер И причем Тут нет никаких Там знаете Претензий К самому Скиттеру Он на этом Рейзере Он выжимает Сколько может Он так же там Сделает таки под себя Он так же их фармит Покупает себе БКБ Но просто сам по себе Герой не способен Фармить быстрее Ничего не сделал Вот опять вопрос К билду В таком случае Они очень хотели Навязать драки Не получилось Почему-то 10 минут Не хватило Чтобы понять Что Тундра Не будет соглашаться На все это И опять же Вспоминаю Как играют Остальные Рейзеры Они покупают Сейчас Молнии Покупают Клэйтнир Потому что это позволяет Тебе быстрее качаться Этот Разор За 4,5 минуты Проиграл Луне 2500 Две с половиной Разница увеличилась Походу Действительно была Та самая игра Где надо было Просто на Думе На Рейзере Купить Медас И просто качать И вообще Тогда вообще не париться Сколько там у Тундры Пространства Как они там двигаются Они фармят И мы фармим А там потом Посмотрим Кто сильнее А тогда Так вот Без медальсков Без айтемов Которые позволяют Ускориться В плане получения денег В плане ПВЕ контента Тогда вот Это отставание Увеличивается Вот уже крепкие 4000 команды Тундра В превосходстве На чистом энтузиазме Что называется На голом фарме Не было сважения Просто вот Это у нас Такая оценка Того Как ребята Добывают золото С карты В одинаковых ситуациях Грубо говоря Могут фармить спокойно Фелконс Фармят спокойно Тундра Никто никого Не бьет Смог Очередная попытка Фелконс Найти хоть одного героя Мы в поисках Мы все еще В каких-то Затруднительных поисках В это время Тундра Забирают Торментера 6К преимущества Вышку снизу Тир-2 Они кстати тоже забрали Напомню Там На свою работу Выпугал Ну и мы бежим Может быть здесь Может быть здесь Вот та самая драка Ну надо ее найти Команда Фелконс Смог От команды Тундра Сразу же Смол Смог Роллинг Таттер Поехал Панга не удержался Круг подсчета Мимо Байтмона Байтмон пытается Уворачиваться Брамон Он вернулся Торнадо от Топсона Здесь Летит дальше Малрино Никого в итоге Не зацепил А здесь встал Скитер На БКБ Маны пока не хватает Его бьют Тир Разлом Полетел Сразу Фолс Промис по Скитеру БКБшку не жмет Восстановился Нашли ту самую драку Снова от всего Увернулись Игроки Тундра Но здесь красиво сыграл Байтмон Не испугался Грамотные вот эти Вот микро маневры Да Вокруг своей оси Грубо говоря И Панга тебя Закатать не смог И на Рошана И как только Фелконс потратили Много важных кнопок Сразу же заход на Рошана Сразу же Доминация продолжится У нас Я реально не представляю Как они собирались Драться между Т1 и Т2 Потенциально там Даже если вы убираете Саппорта Есть байбэк Прилетает Один на одну вышку Другой на другую И разворачиваешь Это же безходность Морд Да Они уже Просто из-за того Что мы же хотя бы Видим сейчас Вот они вот в пределах Двух блинков находятся Давайте вот я блинк И Роллинг Тандер И я все равно поеду Попробуем кого-то зацепить Потому что иначе Вообще никак не получится Рошана доберут Рошана доберут Тундр Топсон уже пошел Сетапить фраги Довольно опасно Здесь 5 героев Фелкон С друг за дружкой Топсон поэтому Не высвечивается Просто показывает Соперников Юр спокойно Забирает Доедет Себе в армитарь 17 левел у него У Розора 13 Кошмар конечно У Топсона маловато Топсон играет Без медаса Поэтому фармить Быстро не может Тоже киллы не находит И со своим вилдом Не получается Выносить быстро деньги Но опять же Луна это все компенсирует Саппорты там И без вещей Достаточно Много импакта Могут давать Малрин вынужден Играть через пайп Потому что ауры Никто больше не купит Уступляют его Емп Ну фейт и дик Просто от снаки Крест успели на Малрина повесить Там Пьюр пошел Амара зонить Интересно Санстрайк Какие-то летят Бьют Бьют Панго Просто бьют Есть Саленс Пьюр тоже здесь Бим И клипс хочет кастовать Али Кенезис Дум Пошел Развернуть Попробовать вот здесь Драку Выбегает конечно Кунг не будет подставляться По Малрину Дальше идет Пьюр Пьюр не остановит Скиттер Пошел второй волной За Кунг до конца Пытается под БКБ Убить Кстати Клинг повесил Увернулся Просто убежал Адмирал Пьюр не взят Здесь он зонил Всех остальных Скиттер добивает По итогу Вайт Моны Есть фраг Неплохо Дальше поработает по Саксе Сакса Прячется шат на Уреал Скиттер здесь получает Атаки в спину Неплохо работает снаки Он постоянно всех лечит Он постоянно восполняет Ресурсы с Амар Амар прыгает Второй волной Неплохо Панго тоже здесь Шилд крэш Вот он Дюб Вайт От команды Фелкан Скиттер Совершает даблкил Респаунится Луна Остается без поддержки Только разве что Сакса может Фир какой-то прописать Помочь как-то Выйти здесь Пьюру За Пьюром погони Естественно Не хотят отпускать Для Фелкан Идеальный шанс Комбэкнуть Пьюр Стоит Так на пику нажать Хорошо просто уйти Просто уйти А Сакса Сакса телепорт И его здесь заберут Ну вот так вот Вот так вот Все-таки получилось Все-таки Фелкан Здесь справились Огромный объем работы Конечно совершает Здесь тот самый Оракл Ластпиком Да, который появился Много лечения Ну и конечно Надо отметить МВП этой драки Это Скиттер На Рейзере Он пришел Нажал все кнопки Распугал соперника По итогу сделал даблкил Круто Ну вот те самые Фелкан Мы начнем с того Что драка Достаточно странная Была от Тундры То есть они увидели Вроде как Малрина Они недооценили Его выживаемость У него там пайп Он стоит За спиной Оракл Все ресурсы отдаются Чтобы напасть на Малрина Кунка Можно сказать вне позиции Так как Дум получил И драться уже не может Полноценно И вот драку продолжает Вчетвером Кунки нет Вот он вернется Очень нескоро Посмотри на миникарту Как он далеко И у него 3 хп И у него 3 хп Надо драться Не надо драться Непонятно вообще Как будто бы Вот в этом эпизоде Уже нужно было Разворачиваться После потери Титана И наверное отступать У Тундры все еще нет БКБ на Луне Поэтому Вот так просто Заходить 1 в 5 Дюр все еще не способен Да получается То есть вот У вас отсутствует Адмирал Можешь нажать кнопки Соинициировать Дать корабль Дать баф Вот его нет в драке Поэтому цеплять особо нечем Да пьюр большой Он раздутый Но так его просто откайтили И там так неудачно Конечно вернулся Рамзес Он подошел И просто под проказ Малрина попал И умер В итоге он должен был Издалеканно кастовать И отойти Но у него не было здоровья Не было возможности восстановиться Друзья Фулл камбэк 5000 Тундра На идеальнейшей игре Набирали себе Вот такое преимущество Там первые 24 минуты Ну вот Не придерешься Идеальная дота И одна драка В которую вступили Решились Ребята из Тундры Оказалось что Фелканс Именно ее и ждали Именно эту самую драку И полностью камбэкнули Это говорит о том Что эта карта Просто затянется Очень надолго У нас Команда Фелканс Вряд ли может быстро закончить У них нет вообще Пушеров Ни одного На Разоре Ты никогда Ни в одной вселенной Не покупаешь себе Аганим Не восьмой шмоткой И соответственно Только какие-то Супер выигранные Тимфайты И тотальный провал от Тундры Другую сторону Это работает Другую сторону Тундра конечно Закончит быстро Если сможет выиграть Тимфайт какой-то У них есть Луна Как минимум Но я честно Не представляю Как Фелканс Будут заходить на ХГ Вот к этим героям Инвокер Титан Кунка Это очень сложно Ну и не про это Совсем карты Не про заходы на хайграунд Не про попытку запушить Стороны Фелканс Фелканс качались Фелканс все брали на Тимфайт Все для того Чтобы эти драки выигрывать Пара блинков Фаст БКБ на Рейзере Это все про то Чтобы драться 5 в 5 Долго избегали Этой самой драки Тундры Решились на эту дранку И в итоге Мы теперь понимаем Почему Драться было нельзя Ну особенно в той ситуации Когда у вас выключен Один из важнейших персонажей Который может обеспечить вам Ну ту самую золотую драку Да это Адмирал И его не было Так Это действительно друзья Карты в целом Серия набирает Дополнительно в интерес Ну очень страшно Очень сложно было бы подумать Что сейчас просто Фелканс эту карту возьмут Напишут ГГ Да после одного Тимфайта Там и выйдут Потому что Ну не справляются Потому что просто ничего не получается Нет Все в порядке Фелканс друзья В строю Они еще в этой серии Они еще в этой карте И эта карта не будет Такой простой По экономике сразу Адмирал и Инвокер Падают на 5-6 позицию Кучно Идут Фелканс По своим коргероям По фарму Ну и топ 1 Конечно же Пьюр Конечно же Луна Ну самое главное Надежда Опора Коллектива Крыта в этой карте У Пьюра было все Фри фарм Все объекты Которые он хотел Он забирал Топнет ворс Он при этом себе сохранил Инвентарь классный Но надо теперь только тащить БКБ купит Будет тащить Это так примерно видится Интересно что будет У Рамзеса дальше То есть Аганим Сайленс Все интересно Но без Без Ау И дальше БКБ У кого-то я видел Похожий билд На этом турнире Не помню уже Просто чаще все-таки Играют по-другому Несколько И кажется что здесь Условный пайп Был бы совсем не лишним Вот решил Роман играть по-другому Вопрос с аурами Всегда открыт Кто-то отказывается Да прям оффлейнеры Некоторые вообще не любят Брать говорят Атакующие билды Сейчас то что нужно Где-то мы видим Что покупаешь ауру И спокойно выиграешь Любую драку Потому что ничего С тобой не сделать Действительно Здесь вот Тундра Не делали ставки на ауру Да Они не фармили Свои шмотки Шмотки классные Но и не ауры все еще Может быть Кто знает Если в предыдущем Тимфайте Эти ауры на Адмирале Были Может быть было бы проще Кто знает А то тут Малрин Например пайп купил На панга Казалось бы Да Герой центрального коридора Блинк пайп Пайп на команду есть Для тимфайта Для тимфайта Все для тимфайта Обратите внимание Чем Тобсон занимается Последние минуты 3 Наверное Он продолжает Давить на нижнюю линию Отправляет туда Своих форшпиритов И ковыряет вышку Уже минус половина тавера Пока Фелконс стояли в топе Но они так не сломали Т2 Как будто бы Тундра опять На чистой экономике На обычном фарме Будет выходить вперед Фелконс один раз Сделали все хорошо Но таких разов Должно быть Ну хотя бы 4 Не знаю Может быть Уже В такой ситуации Можно успокоиться Все в порядке Просто продолжать качаться Опять же да Есть наверное разница Вот Рейзер, Луна Сложно оценить Сложно сказать Что Допустим То что Игра выходит в лейт Это очень плохо Для команды Фелконс Во-первых Фелконс это мастера Для того чтобы играть в лейт игре Они там справятся Нажать нужный смок Нужный тайминг Прыгнуть на панга И сделать какую-то разницу Да то есть Вполне себе С другой стороны Может быть Рейзер и не такой слабый будет Как знать Кстати Тем более Скиттер конечно Ну показал хайлайт На своем Рейзере Да Шард купил БКБ есть Манта есть Идем дальше На панг Кстати интересная шмотка После пайпа Вот так Корабль под себя Скиттер под БКБ До конца Тут 4 героя Скиттеру плевать А просто идет соперника Скиттер Один в пятерых Пошел драться И Рамзес Он хочет просто убить Манту нажал Рамзес Погибает Есть торнадо Наказать Рейзер Скиттер погибает Ты посмотри На каких он туда зашел А Вот это конечно Да Это что было Я конечно все понимаю Но это же плохо Знаешь как выглядит Самый настоящий Хейтер Романа Вот так Вот так Вот просто Просто ты Мой И с этими словами Он просто за ним До конца пошел Ну у меня вопрос От того стоило Ты только что Косарь подарил Луне Ластхит сделал Пьюр Он очень много Заработал с этого А может быть он Рамзеса в сильный гоняет Таким вопросом Если это так То это сработает Не Если в итоге Пьюр выиграет Для Рамзеса Я думаю что Роман Прыгал Роман Дополностью устроит Шадоу Реал Он так просто Так здесь не поймать Так Интересно Уже с другой стороны Снэйкинга вообще Бэхот Зидик Фолз Промис на себя Контраницирует Малрин Через Роллинг Тандер Через Шарт Пытается не давать Тобсону нажимать Какие-то кнопки Дум Ну там Форстаф Пытается выехать Боже Но Форстаф уезжает Просто инвокер И вне фокуса Остается Вообще без Рейзера Команды Фолканс Драться наверное Не очень хочется Ну спасали они там Понятно Снэйкинга Снэйкинг в итоге Пережил под Фолз Промис Похилился Драка на этом Заканчивается Ребята А где наш Керри Почему он не с нами Да он тут Своими делами занимался Не ну жестко сыграл Согласись Жестко сыграл Ну жестко Безусловно Это наверное Хайлайт Мужик года Да просто Пошел один в пять Ну таких крупных Залез в эту двойку Просто Причем он залезает И Незапно понимает Что рядом с Кункой Еще три героя Он такой Нет ну Мало Идет дальше А там Пять персонажей А ладно Уже плевать До конца просто Так Какой-то полузаход На хайграун Потому что кнопок нет Потому что нет Дума Потому что нет ульта У Панга Так Ну как-то У Скитера зато все есть Скитера все есть Скитер Так Ну это не та цель Пьюра мы не хотим Где Рамзес Где Рамзес Скитер вообще Ничего не боится Посмотрим Он просто идет вперед Это танк Это самый настоящий танк Ничего не боится Манта БКБ Шард И просто все идет Испугал команду Тундра Прикольный такой Микро заход Тундра получился Да пытались Соперника на реакции На эмоции проверить Что он будет делать Когда вот так Просто Луна заходит Начинает бить Сир-3 вышку Безумно интересная карта Она полна Друзья Очень неочевидных Неожиданных решений Причем со стороны Обеих команд И тем более Неясно Вот казалось бы Полчаса мы уже Сколько смещений Сколько интересных мов И к чему все это приведет Я вообще не могу понять Кто здесь фаворит Это самая гениальная Шахматная партия Когда у нас счет 7-5 за полчаса игры Никакого экшена нет Но настолько здесь Много наверное Нюансов тактических С той и с другой стороны Я вот тебе поправил Экшена хватает На самом деле Вот есть экшен Здесь точно присутствует Но вот результативности В плане действительно фрагов Пока маловато Нулик на панка Вот такой вот интересный Предмет Третьим в инвентаре Большим слотом Появляется для Малрин Ну он показан так Понятно На панку он не ошибается Прыгивает нужного соперника Сетапит Еще и дебаф будет Вот этот в виде нулифайера Повесить сможешь Ну условно Венбокер В кого он там влетит Главное чтобы кто-то Из тиммейтов потянулся И собственно помог добить У самого Малринта Может урона не хватить Смог Тундрам Так на второго Рошана Залетаем Его кстати говоря Ребята из Фалканс Не контролят Вообще-то Они очень быстро снесут Очень быстро снесут Рошана Там безумное количество урона От Луны Тут Вард глубокий оставили Тундра перед отходом Фалканс вроде группируются И Ну нет Не тут Рошана Они его отдают Сознательно Не сознательно Мне очень понятно Я не понимаю Они договориться Не могут идти или нет Потому что стоят И в итоге даже смог Не брожали А теперь уже и нет смысла Да Там и Вард все это видит Конечно Странное действие от Фалканс Но окей Если они хотят пережить Две жизни Луны Удачи им Там уже У кого Светанин Куразора Да я правильно увидел У Юрон Или у Пьюра Нет ну у Скитера тоже Сатанин Ну и у Пьюра по идее тоже У него инвентарь там Близст к завершению Между прочим Ну Скитер да В плане того Чтобы танковать Он добавил себе Огневой мощи БКБ с Сатанином Он и без Сатаника Тошел вперед С Сатаника там вообще Границ никаких нет Ну и Лотус У Рамзес Он передумал Брать себе БКБ Здесь Лотус Важная шмотка И Линку Наверное кому-то придется Купить на всякий случай Против Дума Опять же Дума Сейчас если покупают Аганим То очень поздно Так Быстренько пробовать Крит Да ну есть Став из-под Торнадо ушел Ну чтобы Юр на хайграунд Просто бить Глип есть Аллакрити повесили Вышку очень быстро падает Глип Глип использовали Снекинг позиции нет Пока на базе Аммара Аммар там раскачивал Верхнюю линию Тундра Тундра будут здесь стоять Друзья И через крест Это самая Комбинация мощная Да Луну отправляем Забираем Зир-3 Забираем бараки На крест обратно Кулдаун Крест проходит Повторяем А все почему? Потому что до этого Эту вышку пробили наполовину Она так быстро упала Забили на Глип тоже очень Больно Снекинг позиции На самом деле там Видите Крит и Снекинг Они подтягиваются Снекинг Чтобы помогать Но Глейбы отскакивают Им больно По половине хитпоинтов Просто сняла Луна Даже особо их не убивает Амар хочет позицию занять Об этом знают игроки Тундра Все равно придет встать Тимфайт А вот что делать В команде Фелкенс Ты не можешь просто Молчаливо стоять И фотографировать Разрушенные свои строения И раз за разом Отмечать прогрессию Стороны оппонента Сколько у вас там Башен упало Сколько у вас там Бараков будет снесено Придется идти в драку В драку Эффективнее всего Конечно зайти так Чтобы Амар Все-таки выключил Какую-то цель Залез с блинка Дал свой дум Эффективнее всего Это делать под смоками Со спины Вот-вот-вот Вот это мне нравится Вот это хороший маневр Обойти Он конечно довольно читаемый Все-таки Но эффект неожиданности Может сработать Луна на пригорке Готова встречать Соперника На свои кисы Нападать нет смысла Все, Панга спалился Сейчас Пьюр даст всю информацию Часть героев вообще Встречает Скитера Здесь Скитер Опасно Придется нажимать Наверное кнопку Скитер, Скитер, Скитер БКБ Есть сатаник Не забываем Можно порегениться Идет просто в луну Идет просто в луну Эклипсы летят Скитер пытается жить Он регенится Он живет Скитер очень больно Амар с спины Зашел Снова в Рамзеса Все, весь фокус От Панга и от Дума Просто проявляет С Пьюр безумное количество урона Амар не держит удар Амару больно Погиб по итогу Дарквиллу В размен на Амара С Пьюром все в порядке Но и Скитер Понятно Порегенился тоже Старает Ой-ой-ой Все-таки Амар добил Рамзеса В счет своего Дума И Драку Удивительно Выигрывает Выигрывает Фалкос Получилось Опять же, друзья Скитер Одновременно танк Одновременно демор-дилер В этот раз он взял на себя луну И заставил Обратить на себя все внимание Да, соответственно Спок Амар прыгнуть Вместе с Панго Раскастоваться И добить Рамзеса Вообще там Скитер на грани был Он реально мог И умереть в этой драке Ты чувствуешь его уверенность? Я вот вижу Из экрана вижу его уверенность Боже, насколько вот Говорим Рейзер может быть Нестандартный керри Нестандартный персонаж Ни его плана герой Но он его просто чувствует Он идет И он вообще ничего не боится Он бесстрашный Скитер На этом Рейзере Просто бесстрашный Вопрос Что почувствовать И как почувствовать Чтобы Рамзес Дум не получал Надо как-то эту проблему решить Лотус не помогает Нужно, наверное, линку кому-то Еще дополнительно взять Потому что если Рамзес не будет Давать свой проказ То драку будет сложно выигрывать Этот баф безумно необходим И Фелканс там Амар такую траекторию выбрал Чтобы обойти со спины Он максимально широко зашел Но знаю теперь, что Дума нет И будет вторая попытка от Тундра Глифа-то нет Да Скитер Зато есть Скитер, друзья Попробуйте Скитера пройти Че там Тир-3 эти вышки Это неинтересно Попробуйте преодолеть Рейзера В центре Но пока просто Топсон с ним играется В этот момент Пьюр вообще по миду прошелся Бласты Не пускает Скитер Лун стоит Ешел на пас Таким заявлением Скитер Биимы Вроде больно Есть Снегкинг за спиной Понимает Скитер Что у него будет дополнительная поддержка Шар тоже повесили Хорошо Пьюр назад через крест Бараки падают Пока бьем Скитера На развороте тоже Какие-то летят нюки В разные стороны Рамзес Крест, Торрен, Торнадо, ЕМП От инвокера Опа, Малрин влетел Внезапно Пьюр остается один 30 секунд Правда до окончания Егиса Пьюра будет убивать Так Со спины зашли Снова в Рамзеса Снова сетапит Амар вместе с Малрином Они дают ничего сделать Бедняжка Рома А что дальше? Скитер пошел Кстати, клинк по Пьюру Пьюр понимает, что он Скитер ничего не сделал Потому что под бафом Моракла Скитер просто сетапит Юра Пьюр телепорт Он убежал Рамзес в таверне Остальным нужно просто сбегать Не получается Тундр выиграть драку Никак Просто никак Опять то же самое Пока по методичке работает Амар Нужно просто заткнуть Кунку И пока получалось Все это время Там Малрин тоже набегает Попробует поймать Тобсона Айсмол шикарно Тобсона так просто не взять Телепорт и уйдет Да, то же самое То же самое сделали Опять идет Скитер Берет на себя внимание Луны И в этот момент Под шумок залетает Амар Вместе с Малрином И убивает Рамзес Ничего не сделать А как там вообще К тому противодействовать? Линка Так же, как на первой карте Линка в нужную цель Выиграла им игру Может быть пусть это сделает Какой-то корм Может быть Инвокер защитит Ему тоже, наверное Приятно будет собрать Линку На всякий случай Потому что рано или поздно Там будет рефрешер у Думы И он будет затыкать две цели Либо будет две попытки Чтобы выключить Кунку Карен рефрешер Да, стабильный Дефолтный билд И вот казалось бы Да, у нас Мейн керри Луна Огромная На артефакт Больше чем у кого-либо С преимуществом В экономике 5-6 тысяч От ближайших по исследователю Ну вот просто фри игра Для Луны Да, что называется А сделать ничего не получается Вот есть Рейзер Он просто впивается В тебя статик линком Рейзер Получается с идеальным билдом Друзья Вот реально идеальный билд Просто чтобы Вытащить Любое количество дэмэджа Впитать в себя Да, и остаться в живых Под поддержкой Того самого Оракла Который на Ласт Вик Взяли ребята из Фелканс Получается идейно Такая стратка Которую не пробить Пиком команды Тундра Ну пока не получается В таком случае у Луны Да Проблема в том Что у Тундры нет прыгуна Который сядет на Оракла Вот ни одного И наверное Хоть как-то может кун Когда его постараться Подойти пешком зацепить Дать все кнопки Но Когда тебя затыкают думом Ты не можешь ничего сделать Саппорты Не добираются до Оракла Единственный раз Когда я видел Это вот Титан Умудрился его усыпить Издалека Но такое будет повторяться Наверное Один раз из десяти То есть не старт Там статичен Довой позитонки Которые занимают Все время снейкинг Рефрешер, друзья У Скитера Вот так вот Ну все Ну Разор Просто он Сколько угодно Секунд драки будет проводить Под действиями Всех возможных бафов Статик линки Будут обновлять БКБ Там все Можно начинать Жестко И Falcon снова Готов искать драку Но теперь уже не возле своей базы Теперь они готовы принимать Тимфайт на нейтральной территории Ловить любого Не понимают Что еще эффект неожиданности И тут Сакса Можно перехватить Сакса Блинкаунт Сквайт на реакцию нажать Шатуриал Телепорт Троллинг Тандер Есть Малорина Не стесняется использовать И Сакс Здесь обречет Сделать таверку Смоук Плюс ультимейт Панга Для того чтобы убить Одного саппорта Который через 50 секунд Появится Ну ладно Тундра собирается Есть информацию Falcons наверное Могут забрать А нет не смогут Крепи очень далеко Тадва они не заберут Тобсон уже толкает Верхнюю линию Заставляет сделать Телепорт Амара И Тобсон здесь не остается На всякий случай Не рискует Если не ошибаюсь У Панга Акторин уже есть Да Там Роллинг Тандер Можно юзать Вообще Не принимаемый расчет Какой там КД КД там минимальный Так Интересная катка получается А 41 минута 11.6 2000 И вот сейчас понимаешь В режиме реального времени Команде Тундра Нужно понять Как эту карту выиграть Вот идею придумать Какой-то план на игру Вот просто богатая луна Просто богатый пьюр Который идет вперед Это не работает Вот этим мы сейчас Выиграть не можем Нам нужна какая-то Альтернативная версия Происходящего И это должны придумать Тундра сейчас Поговорить И придумать план на игру Потому что пока Чувствуется какая-то Безысходность Да Мы два раза убиваемся В одну и ту же Комбинацию способностей В одну и ту же Расстановку персонажей Вражеских И результат не меняется Мы раз за разом Просто теряем героев И не можем пробиться Но если пьюр реально Купит себе рапиру Как он сейчас поставил То ты знаешь Амару придется думать А точно ли кидать Твой проказ Не в луну Мне кажется Амар думать Особо-то и не будет Ему тут важно Просто спросить у Скиттера Скиттер ты вытерпишь Или демель с трофирой Если он все еще Держит удар Тогда плевать Тогда прыгаем все еще В рамзеса И в общем-то Повторяем то же самое Так Смог Смотрим друзья Команда Тундра Пошла 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 искать Врагов в чужой лес Забегать Просканировали территорию Есть примерное понимание Местоположения соперника Луна здесь Аккуратненько На передовой стороне Что готов впитать Амара видно Амар вне позиционки Амара быстро пытаются убить Амар по замедлению БКБ нажал Скиттер идет вперед Его подняли торнадо БКБшку не жмак Ламарин уже катит Там где-то Саксо Саксо вне позиции Под вражеским Вижном Команда к нему не подтягивается Его сетапят Пласты Просто Амара зонит Амар чтобы не влетел Роликтан работает Все-таки Топсон подставляется По итогу Который как раз таки И мешал Амару В итоге сам стал жертвой Этого нападения Минус 2 уже делают Ребята из Фелканса Клипс развернулся Пьюр Драться будет Пролетел конечно корабль Забафать Пьюра Пьюр пика По статиклинкам Он драться не может Пытается делать просто Телепорт Пьюр уходит Уйдет ли его команда Вот в чем вопрос Телепорт от Файтмона Далековато уже находится Рамзес Но драка все равно проиграна Они шли в ту позицию Где были готовы Фелканс фулл составом Под своим вардом И опять ничего не получилось Да в этот раз Амар Выключил другого героя Но тоже полезно оказалось Теперь можно даже выбирать Рошана Ой-ой-ой Первый Рошан для Фелканс Первый Рошан для Фелканс Первый Игис для Спитера Вероятно Идея Идея Все еще нужна идея Вот казалось бы Здесь неплохой момент Да ведь Амар Уже без позиционки Уже прожавший по КБ Вроде бы для Рамзеса Теперь уже попроще Да потому что Он далеко находится от Дума Но Инвокер подставился Здесь в попытках Вот смотрите Да вроде бы тычку Ты последнюю хочешь Какую-то нанести Кулдаун на Блинк сбрасывается И Амар просто ныряет Тот же эту тычку Инвокер пытался Как-то за счет ман За счет иллюзий своих Расплититься Не получилось Нужную цель задумали Убили Саксер в непозиционке остался Ну а под стати Клинком Пьюр не может драться Не важно какое количество У тебя на Творце Мне кажется Знаешь Морд Мне кажется и Рапира Здесь не поможет Какая разница У тебя будет Рапира У тебя стати Клинк Нет у тебя урона Ты вообще не видишь опции Теперь для победы Тундра Я спрашиваю У меня риторические вопросы В плане идеи Я ее не могу придумать Но я вижу при этом Что и Тундра не может ее придумать Идею как победить в эту карту Еще один лотус какой-то Будет на Титане Опять же Не сразу очевидно Это все полумеры Проблема-то получается Даже не в Думе Ну да Я думаю только в Думе Исключительно в нем Так а что Он инвокера выключает Нет инвокера Рап Зеса выключает Вот сейчас хорошая опция Убить Дума первым Но опен фраг Это интересно конечно У него нет байбека кстати Реакция Клснеба КБ нажал Нужно просто бить с руки его Просто бить на развороте Дум замахивался Они не убили его Очень больно И тут находится Оракл Торнадо поздно Потому что Амар получил свой баф Фолкс промиск Арамба летит правда Терпит терпит Глейвы летят больно Все еще терпит Ролик Тандер поехал Скитер уже здесь пытается Просто убить Элдер Тайтона Амар то выживает У него еще будет сыр Роу ХП Правда остается Скитер Но он с Эгисом Не забываем Есть сыр Все еще не жмется Просто от дома Плазма Фил Пережили начальный этап атаки Оракла убили У него есть байбек Если что Скитер по Рамзесу Татиклинку выбегает Пока ветерка крузится пюр Скитера добили бимом Байбек от Оракла был использован Амар вернулся друзья Рефрешер нажимает Правда Нажал он его в лотус Но ничего страшного Рамзес горит под БКБ Его просто убило крест На крест не должен вернуться герой По идее Байбеком от Оракла Но падает Элдер Тайтон И погибает Кунг Ну ты знаешь Мне кажется Что Тундру устраивает Такой размен Это байбек раз Это Айегис два Очень много заставили нажать Не успеют Фалконс Дойти до вражеской базы За это время Ничего не потеряют Скорее всего И байбеков не придется тратить Тут и два отдадут максимум Гриф есть Наверное это вообще лучшее Что могли сейчас Ребята из Тундры сделать Там если реплей посмотреть Там вот такая доля секунды Оракл нажимает на телепорт На Тир 2 Чтобы дать Фолкспромис И туда летит Торнадо И ты понимаешь Оракл успел И после того Когда нажал Фолкспромис Торнадо только залетел в Оракл Не успея нажать Фолкспромис А Мар бы может быть И не справился вовсе Да А потом А потом все Пережидаешь Нажимаешь сыр И возвращаешься в драку И делаешь все что хочешь Так Пока нет Адмирала Идет вперед Скитар Пытается пробить Пьюр Здесь Но есть понятно Форстафы Полу заход на хайграунд Роллинг Тандер Поехали через Крест Пытаемся сетапить очень больно Луни Пьюр страдает Пьюр Он может просто погибнуть Прямо сейчас Пьюр умирает Есть байбэк Вот это внезапно Вот этого не ожидали Ребята из Тундра Как так-то Луна подставилась Просто убили Защитить было нечем Ой-ой-ой Ну что Сетапить драку И нажимать на байбэк Какой план-то Скитар пытается Дмитрий Фрежер нажал Торнадо Скитар БКБ умер БКБ умер Не нажав в Сатаник И не сделав ни одного удара Теперь нужно уходить У него был ультимейт Видимо какой-то кол от Скитара Что я сейчас БКБ Сатаник И похилюсь Не знаю Не договорились Не ожидал Может быть Скитар Что урона хватит С одной стороны Потрясающий мув И убийство Луны Скорее всего Вы разводили бы их На байбэк Но и там наверное кол Ребята Не выкупаемся Сейчас отобьемся Почему умер сейчас Разор Почему умерла Луна Такие неочевидные Казалось бы киллы И все сбалансировано И сейчас Тундра Все еще Хоть и проигрывает Но совсем немного Опять на тонкого Я говорил о том Что сложно будет Драфтом Фалканс Подниматься на ХГ Мы только что это увидели Станковать может И бить вышку Только Разор Но даже он Как оказывается Если ульт Оракла Не прилетает Смертен Все так Да Но нервы Нервы что я могу сказать Да Такая карта Которую проигрывать Не хочется никому Поэтому где-то Шипся Пьюр Первый раз вообще Может быть за турнир Ошибся Пьюр Да Вот так подставившись Но вот здесь Торрен залетел Понимаешь Он нажал рефрешер И просто не смог Нажать все остальные кнопки Потому что находился Вот в подъеме от торрента В таком контроле Ну да Здесь наверное Стейкинг должен был Подстраховать все таки Понимая что Рейзер пока Обезврежен Обескуражен Но не получил там Не договорились Ну ничего В итоге Просто обмен керри Внезапно Никто не выкупается Все просто будут возрождаться И что Мы будем ждать Наверное Следующего Тимфайт Вопрос За что и где Да Какие объекты у нас Да чуть ли не до Рошана Будем сидеть Это плохо да Потому что Ни те ни другие Без Аегиса Зайти вряд ли смогут У Пьюра Практически все слоты собраны Что у Инвокера Инвокера Это по-моему Еще есть куда расти Собственно тоже очень много Много-много Дэдла себе взял Ганим Купит Да Допустим Рефрешер какой-то Надо приобрести Наверное На Инвокере Но это потом все Не знаю Хиксы Ну сейчас все Что в Лейте Имеет значение Понятно что Хочется Знаешь Вот в драке Я думаю Для команды Тундра Одной из важнейших целей Ну помимо того Что нужно будет Как-то не подпустить К себе Амара Например С Малриной Ты ничего не сделаешь Он все равно На Ролин Тандере заедет Это фактически 100% Наверное Что-то с Ораклом сделать Как нам добраться До Оракла Ну так не очевидно Вот наверное С тем что покупает Пьюр Это станет более очевидно Потому что Пьюр Делает себе Блинк Рейжен Это будет Вместо ПТ Слушай Я вот тут подумал Что 60-ая минута Выручит команду Тундра И Мирор Шилды Несколько штучек Давненько таких карт не было Да Прямо что было и слов Да А вот нам тут подсказывают Что мана не хватило На Ультур То есть А в этом заходе Да То есть Мы сразу побежали На вражеских играх Просто не хватило Снекингом Маны Ну до слез конечно история А ты прикинь Если Скиттер шел И он был уверен Что его спасут Поэтому до последнего ждал Мана не хватило А мы тут хвалим Говорим Кол Скиттер Да Что 200 маны Реально не было Где она Где он ее забыл Или под ЕМП Какой-то встал Может быть Немонятно Реально до слез Так Ну что 50-ая минута Ну пока просто Аккуратно играют в карту Оба коллектива Понятно Встречаться лоб в лоб Не особо хочется Только в более выгодных ситуациях Или чтобы сделать Какой-то опен фраг Он теперь моментально Смотрит смещение на топ Через парный портал По Амару Амар отпушил пачку Пытается уйти Пьюр за ним следом И выбегает Амар Топсон Топсон может перехватить Торнадо полетело Колфснэп Есть ЕМП Санстрайк летит Амар нажимает БКБ Мант от Бьюра Отойти Потому что понимает Что Амар сейчас Выдаст свою кнопку Испугал всех По итогу Прамбл Мейскер Скраун Интересно Но уже смесили Здесь на Фелканс Поэтому Псевдо нападение Опять же проверить На эмоции Так вот Ну просто 5 в 5 Драться не за что Абсолютно Да То есть Ну можно А ради чего Мы это делаем Ты же как бы Просто аркадную игру Играешь по факту Могу только глобально За топ-6 тунта О да О да Минимум Топ-6 тунта Минимум Друзья Они уже снизу Ирошан тоже будет снизу Пытаются хорошую позицию Занять игроки Тундре Понимают Что возможно Там условный телепорт На базу И кто-то пойдет Слева Так скажем Так Скитер здесь Курьера Отвели обратно Чтобы по трассировке Курьера не было понятно Что здесь находится Вся команда Тундра Так А что мы Как-то вот Как-то Рейзера что ли Хотим убить Что у нас получится А Салкирасу Скитера Чтобы терпеть физический урон Больше армора будет Пробегает мимо Сакс Важно вот иметь Обзор именно на этих Возвышенностях В драке Потому что там Всегда сможешь В нужный момент напасть И из-под каких-то героев Короче Вижен тут безумно важен Просканили ребята Из Тундра Понимают Что на этой возвышенности Краски Вард И вся команда Фелконс Вся команда Тундр находится Фелконс поэтому обходит Куда-то в район Рошпита Вмечайный Торрент Бим Вообще на пол лица Кстати Бим Неплохо так Ролик Тандр готов Если что раскрутить Малрин в позиции Находится на никого не видно Тобсон тоже здесь Торнадо Тобсон вышел Амар прыгает туда Малрин сразу в Тобсон Тобсон вне позиционки Сейчас можно быстро его закрыть Тобсон Получает куча демеджа Вызывает свои иллюзии Это бесполезно Малрин катится дальше Стапит Рамзеса Рамзес под статик линком Хороший станчик От Алдер Тайдена на отходе Вард Сайфижен нужно сбить Вбивает его Пьюр Неплохо сыгран Все равно ждать Амар летит дальше И в итоге дал свой ультимейт Но дал его судя по всему в лотус Идет Скитер Вообще не пьюзывает Луна Но ее убивает Луна выкупается моментально Минус Элдер Тайтан Скитер Фолс Промис получает Этого Скитера Не взять Этот Рейзер просто идет И режет своего соперника Телепорт И после байбэков Команды Тудор Все на этот тимфайт Эклипс где-то Луна залетает Пьюр в спину Минус Дум Минус Сорокл Неплохо сыграно Пьюр Крит на Форстаф Пытается утих И пытается выйти С этой атаки Малрин Скитер тоже остается Без ресурсов Погоня дальше от Рамзеса Санстрайк просто того Чтобы дать информацию Пьюр здесь Гонит Рамзеса Бим залетает Рамзес должен потянуть окрест Должен поймать соперника Луна Тайтан своими иллюзиями Расыпную не отпустит Скорее всего здесь Скитера Да он останется Тиммейт его покидает Спасти не получится Уйдет ли Малрин Вот в чем вопрос Малрин 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 подставляется Превращается в роллап Коллснэп получает Что нет возможности выйти Да судя по всему нет Смешбакл Шулк Крэш Но не этот Сален Санстрайк Урона много Справляются Тундра Но только благодаря Огромному количеству байбеков А байбеков было использовано 3 Ресурсов потратили Максимальное количество И только за счет них Смогли За счет этих байбеков Смогли отбиться И убить несколько вражеских героев Байбек от Панка Это во имя Рошана друзья Рошан должен будет появиться Через 30 секунд Таймер не самый лучший Для Тундра Им хотелось бы Рошан убить Прямо здесь и прямо в час И подниматься на хайграунд Я думаю что нет Они хотят в первую очередь Выбить байбеки И зайти на хг Доломать какой-нибудь барак Потому что Рошан появится Ну сколько там 15 секунд И Фелконс Возможно все 4 Придется прошивать байбека Чтобы именно за Рошана подраться Либо Мы отдаем линию Отдаем Может быть даже 2 Может быть 2 А может все таки Рошан плюс линия А может давай 2 линии отдавать Не знаю не уверен Ну очевидно что Кроме Разора Уже никто не выкупится Все Глив нажали А так даже нет Глив это тоже много Ну да Хочется ставить выкупится Еще кого-то Один байбек Панка Это супермало В такой-то ситуации Здесь Тундра окажется В позиции В которой вообще нельзя будет Проигрывать симфайтов На инвокере На луне На элтер тайтане Байбеков Нет ну ладно Что-то компенсирует сейчас На наличием Рошана Да Рошан появился Смещают Тундр на отходе Именно в эту сторону Фелканс не имея Рейзера И конечно же Не будут вынуждать Его выкупаться Они не будут драться С этого Рошана Или будут Или побегут Они не успеют Они не успеют Там же Луна Но Пьюр конечно Сыграл жестко очень Да байбек Я так понимаю Грейджный блинк Где он залетел С клипсом в спину Соперника Добил Амара Добил Нет Грейджный Только что Только что появился Да Но он как-то хорошо Зашел за спину По итогу после бая Так Фелканс вышли И надо как будто прятаться Верхнюю башню сил Тьмы атакуют А Энгист Могрин себе взял Чтобы быстро не умирать Вообще за разницей Конечно байбеков Фелканс могут провернуть Одну хорошую драку Да Луна с Аегисом Но всегда ведь Можно убить Например Тобсона Например Титана И иметь численное большинство Что куда важнее Чем наличие Аегиса На вражеском керре Безусловно Поэтому Тундер Надо даже В такой ситуации Быть максимально аккуратными И Фелканс Ну вот ищет возможности Подцепиться Не видит соперника Наверное Отойдут Все же отойдут 55 минута 12-19 счет Всего лишь 3000 преимущества По экономике Друзья На эти цифры вообще не обращаем внимание Сейчас самое важное Это наличие байбеков Естественно В такой стадии игры Ну и слоты Последние слоты Которые будут приобретаться Рефрежер хочет Молдрин Я его прекрасно понимаю Чем больше ты будешь Под Роллинг Тандер кататься С учетом того Что 6-секундные блокинг-бары Практически сейчас у всех У тебя больше возможностей Просто помочь Рейзеру поубивать Ну Тундра сейчас Конечно Серьезный вопрос стоит А идти ли им с Аегисом Потому что нет Байбека у Инвокера Инвокер Чуть ли не главный герой Сейчас в команде У него есть линка Но все равно Амар пока находит Возможности Кого-нибудь Выключить Своим ультимейтом Сейчас их 2 Амара там на руках 1010 наверное С собой Ему уже приходится думать Что покупать Агоним все-таки будет Ну станет еще проще Выключать конкретно Инвокера Ну да То есть Последние несколько раз Все-таки Ну бахнул в Лотус Да Так Ну а души Ну было пару раз Ну кто не без греха Ну было Ну посмотрим Да Не просто Ясное дело Что Тундра тоже читает Мы помним Как прошлую карту выигрывали Да Грамотный линкой Вообще игра закончилась Моментально Мультимейт грамотно Дать на месте Дума здесь тоже Задача непростая И 4 минуты До Тир 5 шмоток Это очень важный момент Ну смотри что получится Да Мы конечно Если не будем лезть Сейчас на ХГ То она закончится Аегис Но с другой стороны Появится байбэк На том же инвокере Ну и на Элдер Тайп Пошел Пьюр Интересно Пьюр не боится Просто через крест Ну как Под крест Никто не боится Залетаем Пробили немного Тир 3 Дальше обращаемся На внимание свое На Тир 2 Под смоками Фалканс Ну что на эффекте Неожиданности Не по Тир 3 драться А вот здесь Это по Тир 2 Да Сейд руна мудрости Саксы забирает Есть об этом информация Что делать На самом деле Вообще не очевидное решение Идти на ХГ Не идти на ХГ Ждать эти байбэки Не ждать эти байбэки Реализовывать тяги Что вообще делать Мадрин здесь Мадрин обошел Очень опасно Вскакивает инвокер На форстафе Отправляет просто Форс спирита Под крестом Луна Так Влетает Дум На тебя Ультимейт нажал Пошел в соперника Под БКБ Пытается бить Пьюра Пьюра готов отдавать Свою первую жизнь У него будет Эггис Не забывая про это Остальных зонит Малрин Бывите неплохо сыгран Фейтпол там залетает От Рубика Корабль просто На местный спаун Луна Ролик Тандр Очередной Дум на себя Омар поставил Луна под БКБ Пытается выйти из драки Есть форстап на ХГ Неплохо На Думе Дум висит на Кунке Тоже мы видим Теперь Скитер Заходит тимфайт Плазмофил По сопернику Ну что Неужели не будут отпускать Здесь Рамзес Ой Залетает Пьюр Как же больно АНД срабатывает Малрина будет жить Пьюр идет за ним до конца Малрина нужно выйти У него все на КД У Малрина все на КД Байбэк от Дума Кунка тоже выкупается Минус Минус Малрина У него Байбэка не имеется Пьюр пока выйдет Остается Тобсон заражаться Тромсон погибает У него Байбэка нет Там КД если что пройдет Корабль залетает От Рамзеса Очень опасно Не знаю нужно ли возвращаться Пьюру Ведь нет Аегиса И Байбэка у него тоже нет Из Байм КД И все еще Тикает У Бьюра все таки Такой билд Без Сатаник Он не может вернуться В Драку Потому что Не восстановится быстро Очень не хватает Этого слота Но Пользу Чью пользу Драка Да вопрос Мне кажется что Тундра Которая выбивает Байбэк с Дума Это очень важно Ну а Байбэк с Рамзеса Выбитый Важно ли это А Аегиса Нету Луны Ну что классить Дум сейчас Эффективнее Кунки Не знаю Раза в 4 наверное Давайте посмотрим Как все это было Да вот Прыгнул Амар В итоге Дав Дум на себя Принимаем внимание Луну Первая Эгиса Конечно Первая жизнь была снята Очень легко Причем они Собирались ведь отдавать Эту первую жизнь Они понимали что Не спасти никак Дождемся Появится Затолкнем там На хайграунд Через Форстафы Ну Форстафы здесь Очень классно зарешали Потому что Скиттер уже впился Да в Луну Он уже шел до конца Вот Форстаф на хайграунд Под собственный вижн Это конечно имело Большое значение Ну и здесь Пьюр Который прыгает Рефрешер Эклипсы больно Малрин конечно То что купил Лайн Диск Это вообще умом Он все равно конечно погиб Но это вынудило Пьюра Какое-то количество времени Просто бить панга А не переключаться на остальные цели Да Загадочная игра друзья Невероятно важная И суперинтересная Ну а что теперь получается Команды Дайер Байбеков нет Ни на одном герое Но 40 секунд и появится У Топсона Но Луна 51 секунда И кулдаун открутится Правда Денег не хватает Внезапно 2000 голды Ну с байбеками Фалканс получше Глип есть Ну без байбека Конечно на Луне Ни в коем случае Подставляться и рисковать нельзя Вот Т3 сломал Это наверное все что нужно сейчас Блинк у Разора появляется О кстати тоже умом Если Луна у нас такая быстрая Через крест Как-то перемещается Да через блинк грейженный Тогда мы тоже покупаем блинк И идем до конца За Луной Просто статик линка Мы не отпускаем Да понятно что В тем файте Блинк тебе нажать не получится Вот в начале Да ты можешь напрыгать на соперника Но форстафы здесь Крутые Ну тут Тут нюансы Кто какие как кнопки нажмет Вообще конечно потенциально Подраться можно хорошо И на месте Тундра И на месте Фалканс Понятно что у Скиттера Очень простой геймплей Да мы находим вражеского керри Нажимаем статик линк И стараемся Чтобы этот статик линк не разорвался Тундра будет стараться Делать так Чтобы у Скиттера Этого не получилось Безумно интересно 20 секунд остается Дутер 5 шмоток Важно их быстрее чем соперник Забрать Поэтому покупается Мидас Скиттер Скиттер выжил Торнадо ЕМП Торанты какие-то летят Крит Варды Быстренько ставят Эклипсы Полетела Луна Чтобы быстро убить Рубика А там Винвекер У Диамар Второй волной Просто накинул Дум на Луну Поехал Малрин В зоне соперника Скиттер Впивается в эту Луну Он просто не будет ее отпускать Сжигает нечего сделать Форстав не работает Ничего не работает Луна будет умирать И Малрин дальше катается По инвокеру Тобсон тоже здесь Под фокусом находится Рамзет расхастовывает свой корабль Чтобы хак спасти ситуацию Чтобы Тобсон просто смог выйти Хороший Тайдл Вейв Играл Роман Эту ситуацию до конца Неужели отойдут? Нет Через рефрешер Будут гдать дальше Скиттер не отпускает Вайт Мона И там кажется Рамзетс будет терять свою жизнь Рамзетс который только что Выкупался Он погибает И Тобсон рядом с ним Тоже отправляется отдыхать У Тобсона байбэк имеется У Луны У Кунки И Олдер Тайтан На данной секунды Байбэков нет Ну что идти в троп Какой кошмар Тундра Ты посмотри там Сколько не хватало денег Ладно Инвокер был с байбэком У Кунки нет В Луне не хватало Там 500-600 голды Куда полезли? В гиперлейте 500 голды На Рубика с Юлом С байбэкером Да Ну рассчитывал Рассчитывал Что просто легко Убьется Крипса Прикольный мув Но уже как сказало Практика это не работает И в Рубика надо кидать Свой ультимейт А в кого? Ну там В прошлый раз использовал В Пангу Панга Аэндис Там были Панга и Дум Вдвоем И Дум-то умер Сакс Идет выиграть время С Топсом Просто внезапно Смотри, убить Рубика У Рубика есть бай Выкупается моментально Приказ-то понимает Чем занимается команда Тундра Тундра выигрывает Те самые несколько Секунд Мгновений Чтобы накапал Либо на байбэк Либо прошло Воскресились герои Ролик Тандер Здесь не отпускает Есть бай У Сакс Он сознательно Отдавался здесь Свою жизнь Можно скипнуть Какую-то пачку Этим занимается Топсон Максимально отдаляя Возможный заход На хайграунд В исполнении команды Фелканс Потому что Фелканс Будут идти до конца Они будут идти просто по миду Там можно идти в Тир-4 Будет Глиф Да, будет Глиф Выкупается Сакс 300 голды на Луне Где их взять-то Где накапать Эти сотни голды Какие-то несчастные На 62-й минуте Как спасти свою базу Да, пуш-потенциал Не велик у команды Фелканс Но просто будут бить с руки Что делать? Топсон раскидывает Бласт Кстати, умирать-то тоже нельзя Ни в коем случае Надо как-то тянуть время Еще 20 секунд Глиф будет вот так Через Думу бить можно Прямо сейчас С этого инвокера Да И не выкупится Топсон До конца этой карты И очень вероятно Глифт Третью мы все-таки увидим Пачку скипнуть Какая-то новая пачка Подходит 9 секунд Луна появится Неужели выиграли Достаточно количество времени Чтобы появился Керри Но Элдер Тайтон еще 8 Тут каждая секунда на счету Каждая секунда Пьюр здесь Что делать? Телепорт за спину За спину Телепорт нажал Пьюр заходит Через блин в спину Бима залетает По снакингу Поработает Через БКБ Получилось Одного забрал Рефрешер Дальше еще один эклипс Метеорит И летят Вольно с нитру Боже мой Он убивает Пьюр Он уничтожил всех Он уничтожил всех В панике должны убегать Оставшиеся герои Малрин здесь Брамбл Мейз под ним Пьюр идет дальше Бим бьет с руки Станы Титана У Дума Байбека нет Да инвокер в таверне Есть у Панка Есть у Рейзера Пьюр, друзья Это Пьюр Это Ваня Боже мой Как он спасает Амплифай Амплифай дэмэдж Амплифай дэмэдж Теперь ответ на фтрон Теперь посмотрим Как команда Фелкенс Будет отбиваться Байбек есть у Розора Ситуация 4 в 4 При этом заходе Эклипс в КД 30 секунд еще остается А я не знаю Морд А может и не надо А может и не надо А может Розан 8 секунд А может не улынить Прямо здесь Сейчас на ветеркад Ну да Нет Дума А ты уверен Что Розор после байбека Тебя не убьет У него будет лучше позиция Нажмет статик линг А может и не надо Не тебе мне напоминать Про карту Бывшей команды Пьюра Которая не забрала Рошана Когда была возможность При преимуществе И Пьюра это прекрасно помнит На Рошана идет На Рошана Рапира, друзья Появляется на Луне сейчас Мирершилд Какие потрясающие Оба керри на этом матче Вот что Скиттер На своем Розоре Боже Какой перформанс подавал Друзья Трон на 30% И поинт потерял И вот он Пьюр Просто заход Эклипс через рефрешер Они не были готовы Они не понимали Вот этот телепорт Я видел после байбека Куда он нажимал Как раз таки Между Тир 3 Между нижним и центральным коридором И просто в спину Через Блинк зашел Очень жестко И Фалконс этого не видели Рошан падает А Егис есть Сыр, рефрешер Вышки Казалось бы Казалось бы У тебя там 10 секунд каких-нибудь Надо добить трон Да В лейте на 60-й минуте Плюс-минус любой керри Ну кроме рейза Пишите кого еще Можно вспомнить Такого же Ну и Рикки бы тоже Трон не добил Тоже нечем Но Рикки сейчас мидер Ну да Силы света Используется Так Ладно, друзья Джиантс Ринг Так, что там еще Фурс Бут Вайт Мон выбирает Ну мир шилды, да То, о чем ты говорил Будут появляться Супер ботинки Для Топсона Понятно Минджикир есть Понятно Сейчас шмотку не нашел Вайт Мон, возьми шмотку Он думает Долго думает Он выбирает А может по ситуации выберем Кто знает Интересно Так, мидаса Я так понимаю Шмотки выбит Там, да На Розоре Там покупки были странные Скиртера Все есть Кроме Аганима По сути И Моншарта Денег запасом Да, на байбек Оставлять надо У нас что вообще По байбекам Давай оценим ситуацию Теперь Ну теперь получается Что на Рейзере На Думе Байбеки будут Есть на Луне На Кунке И на Элдер Тайтл У Инвокера У Дарквилла Со стороны команды Тундра Байбеки пока отсутствуют Там кулдауны Две минутки с небольшим Ну неопределенно тоже Да, если мы ждем Эти кулдауны на байбек Тогда получается На Саегис сгорит Если идем На хайграунг Сопернику Не факт, что мы Драку выиграем Ну трудно Трудно Реально трудно понять Конечно Пьюри может пойти И вот как-то Через крест Вот так вот Да, вот Влететь соперника Крит уже готов был Костяне говоря Останавливать Очень опасно Там линка сверху На Пьюри Просто не сбить ему Вот эти Махинации Через крест Скитер танчит Понятное дело Про Конечно Про рапиру Знают Про рапиру Знают все Крест Но повторить Снова бимы По чуть-чуть Помаленьку Поехал Малрин Там четверо рядом стоили На форстафах На барабанах Моментально отскочили Ух Какая реакция А вообще Он мог тут Пятерых застанеть Да Вот буквально Чуть раньше Или ближе Прыгни на блинк И жесть А толку Там б остальные Просто не успели за ним Ну да Согласен Согласен То есть он Такое движение От панга Поддержать Ну а что Он роллап какой-нибудь Нажал Дальше покатного Остается как-то Время тянуть Потому что Иначе Крипы будут на базе Ведь Фалканс Не смогли спушить Даже бараки по миду Они реально шли Ол ин Ну в трон шли Да Да Параки стоят Но не так это важно Наверное Да По большому счету Потому что Если тут ребята Из тундра проигрывают драку То все равно в трон пойдет Да Амар прыгнул Соперника Просто задумил Это Олдер Тайтон Что дальше Дум сам получил Сам получил Свой же ультимейт Под БКБ Пытается выйти Рефреш Нажимает Есть форстаф И не очень удачно Скитер здесь По статике Клинком Пьюр просто идет Под эклипсом Правится Пробит Рамзес Больно Снэйкингу Тоже его через Хекс Есть Иулы Есть Ветра Пьюр отошел Пока Амар погибает Байбэка у него нет Летят корабли Очень больно Рубик погибает Байбэка также нет Падает команда Фелкон Скитер погибает Байбэк у него имеется Нужно нажимать Потому что Снэйкинга давит Пытается Малрин Свешбакл какие-то Импакта у него пока не так много Торрен Под ним же Малрин гибнет Все Они просто погибают Остается один Скитер Один-одинесманник Против дружной пятерки Команды Тундра Да, Егис выбит Но вот так вот Просто нахрапом Зашли команда Тундра И убили Убили Фелкон Воздействие Скорость снесения базы Все хорошо Понимает это Амар Колит ГГ 2-0 Друзья, Тундра Тундра справляется В этом матче Выбивая команду Фелкон В нижнюю сетку Этого за Интернешнл Браво Тундра Очень жесткая карта И все-таки они смогли Добиться успеха здесь Вау Браво Тундра Браво персонально Пьюр Браво Скиттер за этот перформанс Потому что тоже великолепно сыграл Когда ты сказал Что он один От